Перед показом фокуса давайте перемешаем колоду карты, я попрошу зрителя задумать любое число от 1 до 10 и самое главное он должен сделать 3 стопки вот так вот, раздавая по одной карте, чтобы в каждой стопке количество карт было равно загаданному числу. Например, он загадал число 4, то есть в каждой стопке у нас должно быть 4 карты. Все это он делает, когда я не смотрю за его действиями и после этого он может накрыть любую стопку колодой, взять любую из оставшихся стопок, перемешать как угодно и просто запомнить одну случайную карту. Он ее запоминает, кладет сверху и накрывает вот так. После этого перемешивает оставшуюся стопку, также накрывает и подснимает все это дело в центр колоды. Он может также еще несколько раз подснять и моя задача понять, что за карту он выбрал. На самом деле, как вы видите, здесь нет никакой системы и сделать это будет непросто, так скажем, но я попробую. Во-первых, я прошу зрителя еще немного мне помочь, он должен подснять карты в любом месте, например, он подснял здесь, и просто отсчитать загаданное число 1, 2, 3, 4 и он находит свою карту. Чтобы повторить этот фокус, вам нужно взять 3 ключевые карты из колоды. Это могут быть любые карты, просто ваша задача хорошенько их запомнить, и вы должны легко находить их в колоде. В данном случае я использую, как вы видите, вот такой вот сет из пиковых старших карт. Мы кладем эти карты вниз колоды в любом порядке, это не столь важно. И наша задача сделать следующее. Смотрите, мы перемешиваем колоду так, чтобы нижние карты перешли наверх. Тем самым мы, во-первых, убеждаем зрителя, что колода перемешана, а во-вторых, переподготавливаем колоду как надо. Потому что вам все равно нужно будет ее перемешать. И лучше всего именно заготовить сначала карты снизу, а не сверху, и с помощью перемешивания перенести наверх. Берем большой блок снизу и начинаем просто вот так вот сбрасывать карты на колоду. Делаем это до тех пор, пока у нас не останется очень мало карт в руке. Когда их осталось мало, слиствуем уже по одной. Вот таким вот образом. Тем самым мы перенесли наши ключевые карты снизу колоды наверх. Далее ваша задача сделать следующее. Вы просите зрителя взять колоду и придумать в своей голове любое число от 1 до 10. То есть он просто загадывает, какое хочет. Например, давайте, ну давайте как в перформансе 4. И вот сдача вот так по одной карте слеснуть в каждую стопку по 4 карты. Как вы видите, уже здесь наши 3 ключевые карты. Соответственно, я думаю, вы догадываетесь, как этот фокус работает. То есть мы просто вот так вот слиствуем, точнее просим зрителя. Он загадал 4, он должен в каждую стопку вот так раздать по 4 карты. Далее он накрывает любую из этих стопок колодой. Абсолютно не важно какую, потому что в каждой есть ключевая карта. Например, он накрыл вот эту. И берет любую из этих стопок маленьких и перемешивает. Тоже не важно, какую из них он выберет. После этого достает любую карту и запоминает ее. Он ее смотрит, запоминает и кладет сверху этой стопки. И накрывает этой стопкой колоду. Берет вот эти карты и вот так же попросить его их перемешать. Накрыть вот так. И после этого сразу же подснять колоду. Все, уже фокус готов. Дальше все будет работать, можно сказать, автоматически. Но на верочку можно дать ему еще несколько раз подснять карты. Так будет намного-намного эффектнее. После этого вы переворачиваете колоду и вы можете ее спокойно показать. Потому что ни один зритель не поймет, что здесь что-то подготовлено. У вас были подготовлены всего три карты в колоде. Они сейчас разбросаны в ней где-то в центре. То есть он может видеть карты. Здесь нет никакой системы. Он ее никогда не обнаружит. А ваша задача найти ваши ключевые карты. Вот я нашел первую. Дама пик. И мы смотрим справа налево. Нам нужно найти крайнюю карту слева из ключевых. То есть мы листаем. Ага, вот она. Валет пик. Здесь может быть любая другая из этих карт. Но просто вот нужно найти ту, которая последняя. То есть крайняя слева. И взять еще одну карту справа от нее. И подснять на этом месте колоду. И все. Дальше вам вообще ничего делать не нужно будет. То есть мы просто находим крайнюю карту ключевую слева. Добавляем еще одну карту справа от нее. И подснимаем колоду. Готово. Теперь мы добавляем еще один небольшой элемент рандома. Как бы уже если отсчитать 4 карты, то мы попадем на карту зрителя. Но можно это немножечко усложнить именно для обычных зрителей. Мы просим зрителя поднять сколько угодно карт с колоды. Сколько бы он ни поднял, в стопке у нас будет верхняя часть в любом случае. То есть он поднимает. И из этой стопки мы просим его отсчитать его выбранное число. Раз, два, три, четыре. И он находит свою карту. И на этом как бы фокус заканчивается. И опять же вы абсолютно чисты. То есть он может смотреть эти карты. И ничего никогда в жизни не поймет. Надеюсь фокус вам понравился. Давненько не было горизонтальных видео. Не забывайте подписываться на телеграм-канал по ссылочке в описании. Потому что все новости самыми первыми будут именно там. Как бы даже анонс новой колоды. Там люди узнают первее остальных. Поэтому обязательно переходите, подписывайтесь. Ну а с вами как всегда был Нэр Янг. Всем удачи. Всем пока.